2018 год — это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Знаете, Писание говорит, что надлежит человеку однажды родиться, а дальше начинается жизнь. И вот каждый раз мы сегодня видели Пидьон Габен, мы сегодня видели выкуп ребенка, выкуп первенца, мы видели сегодня хорошую традицию, когда мы благословляем маленького ребенка на будущую жизнь, на дальнейшую жизнь, чтобы он рос, чтобы он был в благословении, окружен Божьей милостью. Но наступает время, когда ребенок вырастает. И когда он вырастает, ему нужно сделать определенный шаг. Он должен заявить перед небом, перед землей, перед собранием о том, что «я уже стал взрослым». Ну, знаете, вот есть такое понимание совершенный, несовершенный, то есть там совершеннолетний, но я стал взрослый, я беру на себя вот эти заповеди, которые Ты, Господь, приготовил для нас. И я сейчас хочу пригласить на эту биму, на эту сцену, совершить алью, восхождение, ханну, милость Божью, дочь Дмитрия, хана, поднимайся. Вы знаете, в Иерусалим не поднимаются, в Иерусалим совершают алью, совершают восхождение. И сейчас она совершила это восхождение. Она взошла, видите, мы выше земли. Она оторвалась на секундочку от земли и стала ближе к небу. И она сейчас с вами поделится. Шаббат шалом, дорогая община. Давайте встанем перед благословением на Тору. Сегодня я хочу комментировать вам недельный раздел Тора, который называется «Воисханан» — «Севрита и буду молить». 45-й раздел Торы и 2-й раздел книги Дворим. Имя свое получил по первым словам текста. Сдержит стихи с 3-й главы 23-го стиха по 7-ю главу 11-й стих. Перечитывая эту главу, я долго размышляла над тем, какую тему мне выбрать для моего комментария. И решила обратить ваше внимание на опасность забывать. Мы люди, и, к сожалению, мы часто забываем то добро, что сделал в нашей жизни Бог. Вот плохие вещи, которые с нами происходили, мы помним, а хорошие забываем. Поэтому Бог предупреждает народ Израиля в пустыне. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Якову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодьями, высеченными из камня, которых ты не высекал, и с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Книга Второзакония, 6 глава, с 10 по 12 стих. Я хочу рассказать об одном случае в моей жизни, который поможет нам раскрыть тему нашей забывчивости, и к чему это может привести нас. Я хожу в музыкальную школу. Там я играю на пианино, пою, а еще изучаю сольфеджио и музыкальную литературу. В третьем классе я перешла в другую группу по сольфеджио, где происходит более глубокое изучение этой дисциплины. Там я стала постоянно получать отличные оценки. И со временем у меня родилась такая мысль, словно я такая крутая, самая талантливая и тому подобное. Постепенно я стала забывать, что это Бог мне помогает. И вот спустя полмесяца Господь напомнил мне, что это Он дает талант и умение выражать его в музыке. Как говорил царь Давид, «Поющие и играющие все источники мои в тебе». Псалтырь, 86-7. И как результат, у меня перестало получаться играть на пианино пьесу, которую мы готовили на конкурс. А до конкурса оставалась неделя. Я, мама, учительница, все стали нервничать. Прошло шесть дней, и вот, за день до конкурса я поняла, что случилось. Я помолилась Богу и попросила у Него прощения за свои мысли и гордость, за то, что я забыла, что Он дал мне этот талант. После школы я пришла домой, села за инструмент и сыграла пьесу «Идеально». Хочу сделать вывод. Существует опасность в суете жизни забывать то, что сделал в нашей жизни Бог, и думать, что это мы сделали сами. Тогда Господь по своей милости отводит свою руку от нас и словно говорит «Хорошо, продолжай своими силами». И неудивительно, что мы терпим неудачу. Решение этой проблемы очень простое. Первое. Мы должны признать, что своими силами мы не сможем быть успешными. Второе. Мы должны вспомнить, что созданы Богом. Третье. Мы должны вспомнить и в будущем не забывать, что Бог любящий Отец, и Он сделал все возможное, чтобы мы были счастливы. И четвертое. Нам нужно попросить у Него прощения за нашу забывчивость и быть благодарными Его за все, что Он сделал для нас и за все, что Он будет делать нам в будущем. Об этом мы сможем прочитать в книге притчи. Преклони ухо Твое и слушай слова мудрых, и сердце Твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если Ты будешь хранить их в сердце Твоем, и они будут также в устах Твоих. Чтобы упование Твое было на Господа, я учу Тебе и сегодня, и Ты помни. Притча, 22 глава, с 17 по 19 стих. Я желаю Вам быть всегда благодарными Богу и не забывать о всех Его благодеяниях, которые Он сотворил для вас. Переживала чуть-чуть? Волновалась? Немножко. Вот видишь, теперь ты можешь сказать, Господь, я отвечаю, не мама, а я отвечаю за чтение, писание, молитву. Мама, благословите. Уже лучше, чем сказала моя дочь, уже не скажешь. Уже красиво так говорила. Ну, хочу прежде всего поблагодарить Господа за то, что за Его участие в нашей жизни. Он всегда помогает мне растить моих детей. Хочу сказать спасибо большое за участие в общине, за то, что приняли нас в большую дружную семью. Валентину Романовичу, Татьяне Михайловне, Александру Шайногу, Ольге, Василию, Оксане. Ну, всем лидерам и всей общине спасибо большое. Ну, хочу спасибо сказать своей маме, которая помогала растить Аню. Вот. Ну, так кратко скажу на путстве, чтобы всегда не забывала, что Господь всегда присутствует в нашей жизни, соблюдала заповеди, любила, уважала всех своих близких, родственников, маму, брата, бабушку, любила общину, любила свой город родной, любила Украину, которая кормит нас, Израиль, которая родина нашего, Ишуа. Чтобы все у тебя было хорошо. Ну, спасибо, Господь, что я дожила до этого момента и надеюсь, что доживу, когда ты получишь образование и станешь хорошим, счастливым человеком, выйдешь замуж. Всего тебе самого лучшего в жизни. Аминь. Ну, и, знаете, у нас по нашей сложившейся традиции... О, мама подарок сделала. Давай мы тебя попросим присесть на это стуло, и мы сделаем маленькую такую традицию, которая ожидает тебя то, что говорила мама в будущем. Однажды ты сядешь на это стуло, а рядом будет жених, и вас поднимут к небу и будут танцевать вместе с вами. А сейчас маленькая репетиция. Репетиция небесного танца. Давай. И что было сладко. Дети, выходите вперед. Дети, идите сюда. Дети, выходите вперед. Идите на благословение. Доводите. 2018 год. Это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. История. История. Автор и на still手. Корректор А. История. История.